Здоровье 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 но выяснилось что занимаюсь многим и пришлось начать с того что человеку менее всего приятно где вы видели философ рассматривающих ограничение человеческого сознания где вы видели писателей фантастов которые говорят о том что мозг человека такой убогий что он не может сообразить там лучше таблицу умножения наоборот они говорят мы пронзаем силой мысли время и пространство всякие авантюристы пытаются испепелить вселенные где-то там на самом деле не так сидя на своем диване но и прочие всякие замечательные вещи которыми наполнен только и позитивистки сила разума там передвигает кто-то там шарик пинг-понгу и кто-то стул двигает силу разума но с помощью веревочки понятно или магнитика так вот эти все проблемы а когда на самом деле мозг то наш очень просто устроен несчастен по большому счету и мы отражение этого несчастья он плохо устроен он отвратительно работает он ленив похотлив и обжорист то есть все замечательные качества спрятаны в нем вам и только отражение его активности и я решил что вот такая книжка вы даже нужно который рассказывает о том как мы устроены изнутри то есть то что что собственно мы думаем тогда когда вы пришли домой залезли под одеяло и там то вы начали думать о том что точно никто не узнает вот об этом собственная книжка почему хочется делать одно и совершенно не хочется другое почему мотивы человеческого поведения так напоминает поиск там вожаков стаи бабуинов почему целью является не какая-то рассудочная деятельность а демонстрация своей доминантности или массовое изготовление себе подобных том числе как недавно и знаменитые покойники единственное наследство это количество детей произведет каким случайным способом это признак то я невысокого интеллекта а того к чему лучше все приспособлены прям плоские черви или глисты не лучше всех размножаются эти говоря тот кого почти нет нервной системы большие моллюски тридактные такие большие похожие на умывальнике ну собственно александр македонский и делал из них так вот они лучше размножаются до миллиона потомков за один раз вот это вот мечта то есть мечта то человечество на самом деле достаточно просто покрыть эту планету метровым слоем своих потомков чтобы они при этом все умудрились есть на ролл-фройсах есть черную круг его при этом залезть на самую высокую башню в самых красных штанах и оберись о том что вы самый главный бубуин на свете в окрестностях но зато всегда смотреть независимо от того что я думаю что никто не будет спорить что очень мозг человеческий современ там пифагора с обозримых времен да может быть в среднем не стал интереснее изворотливее тем не менее человечество достигло определенных успехов в это в этой гонке к роллс-ройсом там и черной икры так даже да конечно все таки значит он работает этот мозг или что работает вопреки тому что он хочет просто человек человеческий мозг так изменчив все среди совершенно нормальных обывателей платежеспособных которые должны есть пить работать и размножаться в идеале желательно не думать и желательно что они умели читать писать то будет вообще отлично вот среди них из-за изменчивости мозга появляются типы которые но для как на которых не работают биологические процессы то есть не работают имеется ввиду постоянно хотя бы иногда он отвлекается от процессов размножения или поедания хот-догов и вдруг ему чего-то хочется другого обычно для того чтобы повысить доминантность то есть выпендриться на бытовом уровне чем она занимается где мы называем гениями или выдающимися или аутстендинг то что называется нет это просто те кто не такие как все да нет нет те у кого просто хвост не торчит откровенно из из трусов вот потому что и те то они тоже мотивированы в основном тем чтобы достичь те же самые биологических понимаете а каким образом вот совсем да они выбирают дурацкий путь да да откуда крылья у художников поэтому и сапожников да но только лишь художники открыли как прорастают эти крылья просто это не так из ничего ниоткуда нет объяснению чудо я на это не вас так писал шпаликов и вот тем не менее откуда скажем перед такие люди как броски казалось бы в очень ординарной семье очень ординарной семье такие простые папа мама папа значит там военный фотограф мама в бухгалтере работает вдруг появляется человек который совершенно по-другому смотрит это не то чтобы там из поколения в поколение были поэтами ли там дворянами и так далее он учился языком и так далее ничего подобного учился в обыкновенной советской школе и сейчас как пример говорю о броском в оброске отличный пример мне он тоже очень нравится вот каким образом его мозги начали работать по-другому это лишний раз говорит о том что после него и мама был поэт и папа был поэт и дедушка был поэт он был таким же паршивым поэтом как все предыдущие что у нас видно вон среди композиторов никудыш них среди наследственных пивунов никаких плясунов и игрунов я имею ввиду театральные и киношные никакие они не интересные ненужные держится на папинах ковришках или вообще на папинах деньгах или на маме ничто и ни о чем речь идет как раз о том откуда берутся эти гений вот вторая книжка это изменчивость и гениальность который вышло второе издание тоже что принес это собственно есть фундаментальный аспект именно среди людей никогда не занимавшихся поэзией вероятность появится поэт намного выше мозги потому что 300 структур основных которые определяют наши способности но у поэта должна быть комбинация таких структур там и слуховых он должен гармонию воспринимать память хорошим там около двух десятков структур что короче бродский появился при этими все структуры эти есть у всех но у такого как бродский они должны быть большие чем насколько большие некоторые структуры могут быть больше в три раза некоторые в 40 и вот у бродского и тот компонент который определял его гениальность вот те структуры которые отвечают за эти функции были такие большие вероятность этого понимаете из 300 структур 20 получить выраженных больше чем у других очень мало и так поэтому они на миллионы это лотерейный билет все таки да это же стихотворение потому что при изготовлении потомкой папа с мамой там участвуют как-то оба и поэтому то что мозг у есть у кого-то он не будет точной копии поэтому когда мне говорит про наследственную гениальность меня вызывает гомерический хохот это наследственные жулики и протекционисты нет никакой наследственной гениальности он готов в детстве там услуга он в детстве там слушал как папа на рояле наяривает и он с детства подготовлен профессиональной поэтому если бы такой человек таких же условиях но талантливый оказался он был бы в десять раз интереснее чем тот который вырос в такой семье хотел музыкально он то все знает то есть гениальность ее нельзя унаследовать ее нельзя купить ее нельзя воспитать ее можно только получать случайно за счет комбинации мозговых структур которые определяют художественные там поэтические математические другие функции и вероятность этого очень высока для появления в любой семье то есть из любой навозной кучи из любой глухой деревне может вырасти гений и абсолютно талантливый человек который много чего даст поэтому вопрос как их отбирать психология здесь полностью провалилась в попытке выращивания гениальных детей это чистый бизнес для психологов которые просто обирают богатых родителей обещаем бог знает чего школьное образование важное нужно потому что базовые знания надо иметь но она ничего не дают то есть нужно отбирать людей по морфологическим способ особенностям строению пустой построению мозга а его никак не укупишь не украдешь и швейцарские счет в банке не поможет мозгов не прибавит поэтому это то что досталось туда стал скажем мне кажется таким же гением как скажем вы извините что перевела нет у нас анастасия в русских допустим там майкл джордан который взмывает в воздух с баскетбольным мячом когда все остальные падают он нарушая законы физики висит ли закона физики не нарушает просто думаю нарушает конечно джордан он такой же точно гений день но только гений может быть может джордан он не то что поэзии он может трех слов связать и ненужное нет не надо потому что он гений моторный моторные гений кроме того что там есть мускулатура за типов окислительно какие-то можно целую лекцию читать то есть его на ткани чтоб он и по мышцам совпал как эфиоп который бегают там 42 километра и хоть трава не расти вот особое строение мышц там это есть сустав тоже есть но талант двигательно-моторной координации сидит в нашем мозге и он занимает эти вот двигательно-моторные системы занимают чуть не треть нашего мозга гигантские поля если бы мы могли при жизни их просто анализировать то при соматической ну нормальности скажем так мышечной мы помогли отбирать супер спортсменов любых они там где-нибудь он сидит там дрова колет или счеты пересчитывает там каком-нибудь диком компьютере тыкать пальцем а на самом деле он там гений баскетбола надо отбирать потому что моторные поля различаются так как и творчески никакой разницы нет неважно что он там трех слов связать не может косноязычный плохо учится это он моторный гений это требует такого же отбора ну вот что я хотела спросить даже внутри ну например не знаю возьмем тут музыку например да вот мы буквально вчера с петром очень долго спорили на тему как раз таки гениальности потому что ведь гении в общественном сознании скажем так они формируются отчасти еще и мнением большинства и я например обожаю гиппопа его не любит пётр посчитая его маргиналом гениальность это очень относительное ну такое оценочное осуждение как дело-то в том что и у вас у гиппопа мозги то разные но дело-то в том что что еще писали 19 веке люди занимавшиеся человеческими талантами о том что для восприятия таланта нужно чтоб воспринимающие обладал теми же признаками зачаточный металл таланта вы так слились с гиппопом нет просто потом что вы его то есть вы вы извините же перебиваю что вы попадаете точно то есть для восприятия вы готовы а петр не готов я например или поп на один раз могу прослушать но дальше он меня начинает вязнуть в зубках и мне там лучше чего-нибудь посложнее а это значит что нам нравятся те кто на нас похож построим конечно конечно поэтому нужно обязательно перед свадьбой прям загсе сделать когда эту систему которая всем призываю под названием церебральный сортинг прям невесту жениха тещу свекровь засунули посмотрели но более-менее конструкционно похоже но пусть живут потому что есть шанс что они хотя бы не загрызут друг другу через год вот а так если вы только из-за того чтобы с целью перепихнуться тут какая красота не обычайно не было что 1 2 кончится быстро гормоны кончаются очень быстро старческий возраст у приматов начинается уже скорости после созрева любовь остынет вместе с гормоны вот егор спрашивает как увеличить скорость мышления егор о чем вы собираетесь так быстро думать дело в том что люди на самом деле обладают колоссальной скоростью мышления колоссальный другое дело что пользоваться ей не умеют и для этого нужно всем пользоваться мозгом чем вы хотите быстрее думать отлично пожалуйста за это вы заплатите сейчас объясню чем нейроны стареют потому что они нам даны на всю жизнь если они активно метаболизируют то в них накапливаются продукты распада они хорошо известны в анатомии в патологическом и патологических процессов поэтому думать быстро вы будете но не так долго как бы вам хотелось то есть только искать что если мы будем остроумны и быстрые мыслью то это сокращает жизнь нашего мозга стареют нейроны не то что сокращает от конечно индивидуально но думать все равно лучше чем не думать потому что то в этой книжке в новой котором при основном издании а мне как раз поместил известную работу генса сравнивавшего мозга мозг профессора некрасова с мозгом на самом деле извозчик вот что произошло после смерти двух людей примерно одинакового возраста вот у некрасова известного математика который всю жизнь пользовался головой сосудов 10 раз больше естественно если у вас кровоснабжение лучше нейронов если эффективность подведения крови отведения продуктов распознав хорошо вы будете быстро думать для этого нас все время думать потому что мозг как только писать и думать а сам становится меньше специально поместил две картинки которых не надо считать видно одного сосудов мало болезнь альцгеймера как-то зависит от мыслительной деятельности нет болезни альцгеймера это болезни альцгеймера это там несколько на самом деле причин этой болезни лучше обращаться к специалистам по нейропатологии но суть в том что там множество типов я придерживаюсь там нескольких вариантов но она не связана с интеллектуальной деятельностью это нарушение метаболизма в том числе нейронов и мембранных процессов и мы видим в проявлениях такого нарушения только уже плоды и и развития но не причины мозг просто на нем заметно на печени так не будет заметно я не знаю что вы допустим вы думаете быстрее кровь быстрее приходит в голову и это сокращает возможность заболеть вот этими сосудистыми заболеваниями мозга или нет нет но и есть это модель есть такая в которой скрою приносит просто некие молекулы отрезающуюся на клетка и они с высоким стоком крови будут накапливаться быстрее в межклеточном пространстве мозга попадая через глядь и клетки и депонируясь мостов неизвестно полилу что лишь привести мы не знаем да нет ну почему мы знаем все приводит к одному и тому же альцгеймер обычный маразм старение и смерть очищу да мне хочется бы хотел бы услышать ваше мнение интересный вопрос кто кто вообще счастливе глупые или или умные люди и вообще критерии этого всего но об этом поговорим чуть попозже пока скажем что 5533 начинать сообщение со словом маяк вы можете задавать свои вопросы всякие какие хотите про голову мозг главное не стесняйтесь а то с момента как дырку дыню как угодно называйте я где вячеславович как пришел у нас даже все сообщества притихли честное слово видимо видимо наводите вы шороху на номер 5533 начиная со слова маяк мы ждем ваши эсэмэски и продолжим разговор о мозге сразу после новостей середины часа и новостей спорт повторю что меня интересует вопрос большие знания большие печали или 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 наоборот люди жизнь попроще жизнь попроще она вроде бы как-то и расстраивает поменьше на самом деле и не только философски даже практический вопрос чем больше мы смотрим телевизор читаем книжек общаемся с людьми а может нам этого и не надо всего об этом мы поговорим после рекламы дорогие вячеславович савельев у нас в гостях профессор руководитель лаборатории развития нервной системы человека института морфологии человека российской академии наук мы говорим о мозге да и говорим уже о том что я предпредел я предположил будет интересным и так все-таки чем больше думаешь тем ты счастливее или теле несчастнее а не кому счастье несчастье конечно счастье мысли рождают горечь и печаль это известно еще от древних вот конечно всякий нормальный обезьян стремится упростить свою жизнь до предела то есть вместо высокого развития интернет это все в интернете есть на во-первых ничего нет а то что есть мало мальски цену все за деньги которых обыватель естественно нет то есть это такая дуриловка прекрасно я считаю что это чудесный ход массовая дабилизация населения планеты возвращает нас к эволюционному отбору времен поздно поздних ред то есть вот это это ужас на самом деле но человечество живет по биологическим законам и поэтому любое возврат к прошлому он повышает эффективность отбора то есть церебрального сортинга в природе происходит также точно только повод мы можем и осознанно сделать его разумным а в природе он происходит по тем же принципам и читал недавно большую заметку про то как она могла быть и поменьше там слишком много каких-то отступлений но в целом история про то что после военной истории вообще человечество развитой части его я имею ввиду там экономически развиты западного общественным и отчасти история такая что в общем общество потребления она как бы все становится сильнее 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 и теперь у нас это не желание кроме капризного детского желания еще 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 хочу еще еще это уже старый телефон не нужен но потому что в том прошлом году он но это полная дебилизация и полная ниша это это в угоду в угоду правящему классу толстосумов которые не даже не правящему они что же самое потому что их дети они моментально оказываются там как советские времена дети генералов снова шмонались по помойкам как известно которых генерала умирали это он вдоль тверской можно было наблюдать моей юности но вот делать они в этом дело в том что вопрос вмешательства эволюционный процесс если мы будем осознанно к этому происходить по подходить то чаще что будет эволюционировать как человечество а если мы будем подходить по законам там сша который там осуществляет дебилизации уже десятки лет ну вот будет вот такая система то есть естественный отбор церебряльный сортинг по принципу предельного конформизма удобства над простых человеческих желаний машина побольше жена по длинноногий детей побольше что дети были кучайки хорошенькие учились в городе что же что я спрошу такого ужасного в том чтобы жена то я была по длинноногий зачем же мне вы жениться на какой-нибудь каракатицы но очень нет это хорошо но просто я говорю о том что критерии критерии физические физики критерии биологические на длинные ноги биологической то мартышка всегда у шимпанзе ноги вытягиваются перед размножением известный факт самцы возбуждаются у них больше половых гормонов и реакция выше в общем счастье больше ну и чего это значит биологический критерий она отличается вся настоящая блондинка отличается других опять биологически ты опять какие вы видите перспективы у человечества ближайшие 200 лет если мы не начнем церебральный сортинг то есть отбор осознанной людей по способностям и поручением того чего не могут делать лучше всего и быть при этом абсолютно счастливы как в мертвом сезоне гард газ и рейдж то есть но это на самом деле все серьезно мы погрязнем в биологических процессах пример украина биологический процесс идет идет отбор игил отбор церебральный сорт что они делают они быстренько меняют населением быстренько меняют так называемые инстинктивные формы поведения которые у нас есть у всех есть еще и социальный инстинкт но вот эти два сейчас поспорю например все таки со времен каменного века когда пробивали голову там не знаю башмаком или там бутылкой или там камнем чем угодно значит все таки мы шагнули у нас есть законодательство разной степени эффективности в разных странах у нас есть институт церкви у нас есть некая мораль который нарушается нарушается гуманизм и так далее тогда у вас есть произведения великих художников писателей так все таки прям в самом пессимистическом взгляде на себя и человечество как и себя как часть человечества мне кажется все таки мы но некоторым образом от обезьянта отошли в целом сколько можно накормить было донбассов 18 миллиардами рублей много только за это дадут васильевой но мы сейчас мы сейчас вы сейчас знаете звук на свет на скорость не видеть мы говорим что абсолютно других вещах на гайдер биологический процесс все равно доминирует это мы говорим окрас об этих вещах мы говорим да прогресс есть да у нас за счет индивидуальной изменчивости и способов хранения позитивные позитивов которые достигает человечество мы можем это сохранить и насладиться раньше бы просто какой-нибудь гендель там ну написал музыку но и сгорел потом музыка в ближайшей библиотеке бы и забыли все про него думать это размножили сейчас способов размножения информации много ночи много погиб и появляется гениального и хорошего пропорция вода же самое почему потому что мозг даже не увеличивается а уменьшается последние там 150 тысяч лет физически давайте прямом смысле от слов нейронов меньше а вы знаете если совсем их станет мало бы превратимся кишечных червей а это связано интересно с тем что мы все время себе жизнь пытаемся облегчить ну конечно запоминать номера телефона как же а как же это же замечательно чем меньше вы пользуетесь мозгом тем быстрее наступает и склероза на об этом об этом я говорил вчера когда га что надо отказаться от этих всяких гуглов и навигаторов потому что мозги совсем не работают ну конечно человек не напрягается абсолютно школьник тыкает под портой там в калькулятор и не хочет ничего запоминать и его нельзя заставить он не виноват в этом я вот не обвинять бог знает чем обычно мы не виноваты в этом потому что у нас биологические мотивации мозг для того чтобы работать требует колоссального количества энергии эти огромного количества энергии четверть всего если мы думаем о чем-то четверть всего что есть нашем организме он потребляет и же минуту и как это так интенсивно так вот наш организм защищается от работы мозга как может зачем такие затраты потому что во все время во всю нашу эволюцию у нас не было избытка еды а если вы так будете напряженно думать вы просто помрете с голодухи от переживаний что кстати в шампанзевом мире бывает кругом и рядом с этим связано ну вот я часто слышала что мы используем свой мозг не больше чем на десять процентов людей на десять процентов используют свой мозг психологи это доказано уже научно ну а на самом деле все не так мы не можем использовать мозг на десять процентов потому что это называется смерть ну вот а мозг у нас работает обычно вот здесь сто процентов нормальном режиме когда вы там по съели бутерброд выпили рюмку коньяка и вперились в ящик или еще хуже заснули с этим бутербродом зубах то есть вы не активны пассивно себя ведете он потребляет примерно девять десять процентов от всей энергии организма это много раз говорит а если не дай бог вы задумаете о коем глупости от которой азар платья еще еще за бутылка сходить за 2 до дайк уже идет за бутылка поляна но если напряженно думать да да вот зимой в тапочке снимать не хочется и прочее то есть при напряженном мышлении это паланка поднимается до двадцати пяти процентов оставляйте расход четверть мозг то весит 1 50 и четверть всего что вы съели выпили и вдохнули даже естественно организм просто по законам эволюции не может пойти на такие траты но не можем мы так растрачивать собственную жизнь неизвестно мозгу за 65 миллионов лет только обезьяне эволюции никогда не было колбасы в избытке мы он не может поверить что завтра его накормят и поэтому он находит миллионы способов фоторефлексии даже нам вы задаете к вопросу он его перефразирует отвечает он даже тут экономит на спичках а уж там на хождение за водкой конечно что у нас кстати был один из вопросов пришедшие на смс-портал 5533 о котором мы совершенно забыли кстати говоря за этой беседой спрашивали люди о том какова будет продолжительность мозга в идеальных условиях продолжительность чего продолжительность жизни мозга вот если поддерживать мы же умираем не со стороны мозга как правило да у нас что-то другое чаще всего вы знаете мне даже попался такая работа американская там значит как был болезни альцгеймера и сифилис и там ученые ставили проблему что сначала был альцгеймер или сифилис то есть он впал в такое невменяемое состояние получил сифилис и сначала получил сифилис вполне вменяемое состояние имеет значение абсолютно каком каком-то журнале было прикольная шутка американского что на значит половые всякие улучшения тратится в сто раз или в тысячу раз больше денег на исследование медицинской области ну там чтобы да у тебя все нормально чем на изучение болезни альцгеймера и вывод такой что через сто лет у всех будет за счет все нормально но никто не будет помнить зачем это но это похоже на правду не просто вот это дело связанное с пипиской она хорошо продается и хорошо покупается почему потому что единственная цель любого животного на планете перенос геном слючка размножится эта цель как бы ее там не маскировали чоп не рассказывали его перенос генома цель это биологический закон поэтому естественно кому там нужен какой-то мышление у нас он есть сколько религии на свете мать мощнее для чего это нужно соблюдаешь правила экономишь энергию о которой только что говорил ударился лбом прочитал инструкцию и пошел делать то что сказали экономия огромная это позволяет интегрировать сознанию людей до позволяет делегировать свои свободы кому-то x существу пожалуйста ну вот собственно на этом все стоит иди от и рай это что такое это от это когда вы себя заставляете ходить на работу а рай это когда вы ничего не делаете ведете себя как обезьяну вот и отлично вам все время обещать если вот будешь соблюдать такие правила получше рай то есть будешь безденчат размножаться и ковырять носу как вы к трудоголикам относитесь в таком случае по плодам очень много трудоголиков которые сказать и на самом деле просто борется своими комплексами пытаются найти выход из своей неудачившейся жизни и между прочим ставят являться такими живыми живыми примеру кори за всем окружающим вот я вот работаю по 85 часов в сутки а вы вот позволяет себе спать 6 или 8 это всегда очень хороший хомут пусть бегать быстрее да вот я тоже я трудоголиков боюсь на самом то что боюсь я как-то их сторонюсь но потому что люди которые не спят например вот у меня очень себя поражает него этот мозг вы занимаетесь мозгом как человек который не спит и все время работа грач он сделал почему-то тишина всегда в ответ ты зачем не спишь несчастный для того чтобы выпендриться это понятно но тогда возьми подвижи свой хвост коленки перестань выпендриваться на слухе чего-нибудь по гамбург скому счету все мы практически все деятельности делаем для того чтобы так или иначе выпендриться так ли уж это позорно это не позорно но хотелось бы видеть какой-то результат кроме выпендрежа потому что чем-то можно же проще можно как губки красненькие девушкам намазать задницу и показывать ее уже отличный способ обезьян так и делают давай чем-то разумный может чем сделать очень придумать полезные они использоваться там лазерами которые открыли до войны комикс а вот сказать пожалуйста вам как человеку изучающий мозг и и вашим коллегам не было обидно что в течение двадцатого века скажем на изучение космических просторов которым в общем ну когда это конечно круто и интересно наверное это привело к каким-то исследованиям и открытием тем не менее в голове у нас гораздо больше космоса чем снаружи как мне кажется и мы вот в этом практически еще ничего не знаем да ужас даже стоит конечно обидно потому что но понимаете у человек испытывает панический страх особенно власть имущие власть поддержащие перед объективизации любых исследований мозга которые будут оценивать индивидуальность для не для большинства для них это крах крах жизни крах детей краска бизнеса если будет объективные критерии отсюда все конечно я сейчас многие разработанные вещи например я не могу пристроить проект паре которым в 97 процентов случаев можно тяжелой формы шизофрении определять прижизненно по структурным изменениям мозга это никому не нужно можно было избавить европу от этого чудака который засадил 150 человек в гору вот но парадокс заключается том что есть технологии есть разработка не бог весь уж там какие инвестиции в нее были вложены но это никому реально не нужно я многократно предлагал это мне до меня делать круглые глаза так а а вдруг вот этот вот который большой начальник истекающий слюной он окажется не совсем как бы адекватному а как же у него уже дети что вот из оренбургской области спрашивают можно ли без каких-либо специальных обследований мозга определить в себе сильные стороны нет в том что а вот под томографы люди я себя никогда не ставлю над людьми одну секундочку и так без каких-либо специальных обследований мозга можно ли определить в себе сильные стороны если какие-то еще показатели нет нельзя значит дело в том что весь опыт психологов и определение индексов айкью и прочие всякие тесты лучшую часть населения практически в тех странах для широко применялись уничтожили это психологический бред абсолютнейший безграмотности способ заработать на человеческой доверчивости такими способами определить ничего нельзя поскольку во первых вещи многие скрыты точек может никогда в жизни не пользоваться и не иметь условий какие условия денег в большом городишке какие унесло там проявить высокие математические способности как у перельмана где он их сделал где он их возьмет и он их проявит у него жизни сталкивается учительница школе с трудом брала интеграл чем-то может и никак не выяснишь и много других таких вещей поэтому а психологические индексы поведенческие они сделались посредственностями для отбора посредственности в том числе индекс айки он ничего не дает и надо оборот сужает делает нормальными людей скажем так посредственности обывателя то есть это не для отбора гений то есть к сожалению только инструментальные способы которых там уже собственно говоря еще и нет потому что сканирование мозга с тем разрешением которое нужно чтобы определить врожденные способности надо увеличить примерно в десять раз сейчас 15 микрон над делать около микрон около того и тогда можно будет прежде определять но кто на это решится большие затраты создаешь такую систему сам суешь голову и выяснять что ты в общем ни на что не будет вы знаете может быть она и хорошо с человеческой точки зрения потому что ну вот мы же все питаем питаем себя иллюзиями относительно того что да вот я вот такой вот интересный со мной интересно там до девушки вот они все как-то так вот мне подмигивают а когда выяснится что допустим ты толстый год твои дни не смешные и так далее все будут расстройства ходить зачем это нужно но дело в том что у нас есть такая штука называется время тик тактик пока человек тешит такими как девушка что необычайно красиво да она необычайно привлекательна а потом смотрит зеркало уже и 40 шансов никаких может быть но на эти 40 лет прожила в счастье в ощущении того что она счастлива то есть вы что красиво вы вы что приветствуете такую внутреннюю наркоманию почему бы нет а как называется ну тогда розовые очки сейчас весь вот первое начало нашей беседы вы порицали нас за то что единственное стремление человечества это побольше на рожать себе подобных но не только еще на ясно в промежуга иногда и на пицце конечно это все замечательно я если вот это вот внутренняя наркомания не позволит ей в итоге произвести себе подобных ну что же в это нет но это не для всех людей слишком много поэтому на это не стоит обращать внимание кто-то может кто-то не может и это не обязательно кто-то просто это делает ради удовольствия кто-то больше ничего не умеет то есть ну это дело житейское что нам на номер пять пять три три начиная со слова маяк набросали на самом деле огромное количество смс ок мы даже трех наверняка уже не успеем спросить но вот просто суммируя что называется суммирая очень много спрашивают про перенос сознания это конечно футурологическая такая история скорее всего да но люди мечтают о будущем что когда-нибудь может быть и можно будет раз и вот на как на флешке загрузить себя в новое тело то есть еще еще и еще одну жизнь пробездельничать на отличный план добыл чё переносить что ценного вашем сознании встаньте перед зеркалом посмотреть чё-чё-чё у там нас допустим это перельман можно или нет нет конечно нет нельзя глупости ребята арифметику надо владеть хотя бы за девятый класс очень просто значит 150 миллиардов нервных клеток ну примерно значит дальше каждому из них по глиальной клетки у каждого нейрона от ста тысяч до миллиона связи с соседними значит понятно что вероятность к связи при этом образуется разрушает всю жизнь по три примерно по три синапса в день возникает вопрос ребята вы это можете рассчитать и создать копию этого всего весь математический если не все компьютеры в смысле выпущенными на этой планете они даже не могут это закодировать в одной единой сети для одного единственного мозга и тонь человека шимпанзе дела очень очень далекого будущего и очень много вопросов про память как это неудивительно очень многие жалуются и спрашивают почему память с годами становится хуже а не лучше не надо пользоваться памятью еще раз повторяю то с чего начали передачу круг замкнулся для того чтобы хорошо помнить нейроны должны хорошо есть также как вы для того чтобы размножаться над хорошо питаться с гречневой каши не пойдет поэтому нужно что делать нейронов кормить ублажать значит мало и заставлять работать за счет того что кровеносная система должна интенсивно приносить кровь и продукты обмена то есть надо не просто пользоваться памятью от случая к случаю а регулярно заставлять мозг мозг ничего сам делать не будет его надо носилась заставляйте как на ровистую лошадь стихи учить что вот конкретно делать то что угодно пытаться приду попытаться зарабатывать головой они руками то есть не методом перекладывания бумажек на столе а методом решения какой за счет какой угодно конечно шахматы это вообще глупость шашки тем более отгадывание кроссвордов нелепость какой-то надо такую вещь заниматься которая бы не позволяла расслабиться и учитывать масло варите варенье без сахара может быть это вам как-то поможет или делать и мармелад из яблок который выкидываете но сделать так что это был вкусно самим вы сломаете голову потому что я готов к сюда против вот такие мелочами можно развивать память спасибо большое сергей вячеславич савельев профессор руководитель лаборатории развития нервной системы человека института морфологии человека российской академии наук был у нас сегодня в гостях у меня память хорошая ты не будешь кто у нас был вот предыдущим гостем спасибо большое